Десять миллионов цинге просят общественники, чтобы реставрировать карты героев на старом кладбище в Шимкенте. Активисты уверяют, этого хватит, чтобы обновить надгробие и сделать заграждение. Кладбище давно закрыто, 53 солдатских могил остались заброшенными, ухаживать за ними просто некому. Ирина Абрамова в канун Дня Победы побывала там, где души героев обрели пристанище. На карте героев закрытого кладбища находятся могилы 53 солдат, которые умерли от ран в годы войны в Чимкентском госпитале. Среди них и два героя Советского Союза, Мордвинцев и Кузьмин. Тут же есть братская могила. Точное число погребенных в ней военных неизвестно. Надгробия, которым уже больше 60 лет, неуклонно разрушаются. Кроме редких школьных субботников, председатель общественного объединения «Соотечественник» Александр Подвиг чуть ли не единственный посетитель этого места. 15 лет он пытается привлечь внимание к проблеме заброшенных солдатских захоронений. Четвертый год он пишет во все инстанции письма с просьбой выделить деньги на реставрацию. Вот на 10 миллионов, в принципе, этого будет достаточно. Здесь должно быть стоять заграждение, все должно быть выложено гранитным камнем. Обязательно деревья должны быть вырублены, посажены новые деревья, чтобы они не разрушали могилы. И все ограждено. Эта проблема длится у нас почти уже четвертый год. В четвертый год у нас идет переписка. Многолетняя переписка с городскими властями, как и детально разработанный план реставрации карты героев, выложены на специально созданном для этого интернет-сайте. Согласно документам, чиновники не против реконструкции массового солдатского захоронения. Но выделение денег до сих пор даже не обсуждалось в городском Маслихате. Один из депутатов, Нургазы Бухарбаев, посетив кладбище, посчитал, что на эту проблему надо взглянуть шире. Каждое место надо обследовать. И уже если нужен какой-то ремонт, какое-то еще что-то мероприятие, Я думаю, к юбилею победы Великой Отечественной войны, к 70-летию, этот вопрос надо в глобальном городском масштабе, может быть даже в республиканском масштабе поднять. А пока депутаты и чиновники решают вопрос с выделением средств на ремонт карты героев, забытые могилы воинов-освободителей ветшают на глазах. И действительно, как и написано на сайте, взывают о помощи. Ирина Абрамова, Бахадар Тажибаев, 7 канал, Шимкент.